АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, уже кое-что. Но мы не будем упражняться. В этом давайте по-быстрому поговорим. Тем более времени мало. Кто-то то, чтобы начать. Да вчера везде кто-нибудь что-нибудь получил. Я скажу вам откровенно. Я думал, что я там крутой. Ну, не совсем, но вот так что-то из себя представляю. А вчера, когда спонсор вышел, он говорит, у меня ламборджили есть. Есть все, все, пять штук. И потом он говорит, ну покажи свой чек. И я заткнулся. А? Пять. И среди ламборджилии несколько сотен тысяч долларов на колесах стоит на дороге в пробке. Пять таких штук. Значит, кроме этого еще что-то есть? А? Значит, деньги поступают? Не пятьдесят долларов в семнадцать дней. Ура-чек! Да? Значит, нам есть куда стремиться? Деньги. Значит, тут есть деньги? Наша задача их взять. Наша задача взять здесь деньги. Кто-то деньгами пришел. Кто занимается бизнесом. Кто пришел сюда продавать продукт и зарабатывать деньги. Есть такие люди? Мы же не лекции пришли читать сюда, рассказывать о продукте. Мы же зарабатывать пришли. Значит, надо взять эти деньги. Тем более, что они здесь есть. Мы убедились. Или есть такие, кто сомневает, про есть ли тут деньги? Есть. Можете не сомневаться. Вопрос не в этом. Вопрос, как взять эти деньги. Как заработать здесь деньги? И тут возникает серьезная проблема. Передо мной, во всяком случае. Не знаю, как перед вами, но передо мной возникает серьезная проблема. Мне уже достаточно порядочный лет, короче говоря. Я уже не школьник. Я уже кое-что посмотрел. И у меня были разные в жизни периоды. Но в основном большая часть жизни прошла от получки до получки без денег. До бизнеса, до сетевого периода моего, который длится уже 15 лет. Просто от получки до получки всегда. И потом большую часть сетевой карьеры в долгах. Откровенно, тупо, в долгах. В большинстве. Я был офицером. Служил вроде как неплохо. А потом уходился и стал пробиваться в этой жизни самостоятельно. Мне хотелось попробовать себя в другой сфере. В бизнесе. Тем более времена такие начались. И я начал заниматься и всякими разными делами. И в основном это было, сейчас вспоминаю, спешно. Просто спешно. И постепенно я начал терять в себе какую-то уверенность. Я начал понимать, что я не приспособлен для этой жизни. И зарабатывать деньги там и так далее. И как-то у меня ничего не складывалось. У меня был такой период, когда я служил, когда на флоте. Я на северном флоте служил в Мурманской области. Такой гарнизон Гаджиева. Там стояла третья флотиле атомных подводных флот. Самая большая флотиле в мире по ракетному потенциалу. Если она жахнет, пол Америки не будет. И я там процветал многое время за решеткой. То есть, в смысле, на колючей крови. На колючей крови. Отговорю. На колючей крови. Гарнизон. И там мне однажды... Наверное, жахнули, да? И там мне однажды повезло. Повезло. Один политработник рассказал мне, что есть новый приказ министра обороны. Что можно людям, кто на севере служит от Министерства обороны, получить кредит на приобретение дома в деревню. Ё-моё. Дом в деревню. Представляете? Служишь на севере, а тебе дают кредит. Ну, короче говоря, я поехал в отпуск в Крым. И выдрал. Сам от себя не ожидал. Выдрал этот кредит. И купил в Херсонской области дом. 34 сотни. И думал, когда-нибудь уволюсь, и пригодится мне этот дом. А потом страна через пару лет поменялась, разделилась. И мой дом, который я должен был выплачивать до 2025 года. И я должен был выплачивать до 20 лет. И я должен был выплачивать до 20 лет. Правда. Обесценился. И я заплатил за вельтом и так достал деньги. За сколько там? Она говорит, ну вот столько-то я достал, и мне хватило. Уходы были в Украине. И вот у меня был такой дом старинный и участок 34 сотки. И я начал там сельским хозяйством подниматься. Думаю, а что? Быстро поднимусь. Богатею. Редиска весеннее же, это класс. У меня вот такая была редиска. Весеннее. И вот в поле 34 сотки. И растет бурьян. Многолей. Многолей. До меня вырос. И мне говорят соседи слева с правой, но надо орать. Пахать. Вы покричали? Нет, пахать. Орать, пуркать. И я, иди, договаривайся с трактористом, и он мне, наверное, сказал, я пошел с трактористом договариваться, он посмотрел, говорит, ты что, с дерева упал? Тут ни один тактов это не возьмет. Это надо сбить. Я говорю, как значит? Ну, руками сбить. Такой бурьян. 30 сот. Я говорю, ну ладно, я забью, приезжай завтра. Он говорит, тебе на неделю ты долбатится. Я говорю, завтра приезжай. Он говорит, не, я завтра не приеду, потому что ты сумасшедший, ты же городской, ни хрена не соображаешь. Это на неделю работа. Я говорю, завтра приезжай, утром будет убрано. Ну, он так посмотрел, я говорю, вот, и это его возбудило. И вот, значит, я утром встал, ну вот, послезавтра приезжаем. Утром я встал и думаю, так, надо сбить. И вот я начал сбивать. Через час я понял, что я позаречился. Крема не было. Да, это было октябрь, конец октября. Мрачные сучи, я хорошо это помню. И вот я долбат, что-то долбат. Уже поломал там одни грабли, другие. Просто сбить надо вот это. Сбить, сжечь, сбить, сжечь, сбить, сжечь. И вот уже три часа, вот уже четыре, а уже сил нету. А еще гляну там, все. Думаю, ну завтра, я говорю, нет сегодня. И когда дело к концу подходило, я стоять не мог, я на коленях пол. На коленях сбила. А сам все думают, зачем я надрываю? А внутри что-то такое есть, что вот заставляет это доделать до конца. А оно еще не горит сырое, сыроватое. Бензин на канистру сжег. Короче говоря, я сбил это. Это было уже темно. При Луне я добивал последние метры. И тракторист, глядя на все это, говорит, Ну, у него даже слов нет. Сильно возбужден был. Зачем я рассказал? Я знаю, что каждый из вас, знаю точно, как и я, как и любой человек, в глубине души надеется на лучшее. Но с другой стороны, каждый раз, когда начинаешь что-то делать, внутри голос. Ты же тысячу раз говорил, что ты бросишь курить и куришь. Ты тысячу раз хотел накачать тело, а живот у тебя до сих пор торчит. Ты тысячу раз хотел похудеть. Ты тысячу раз обещал делать 10 контактов в день. Ты тысячу раз обещал звонить. Ты ты, и ты ничего не делаешь. Ты до сих пор, ты в бизнесе, в таком шикарном бизнесе, где у человека 5 крутых автомобилей на несколько миллионов долларов, в этом бизнесе, ты никто. Год и два, и три. Ты все по-прежнему в долгах. Голос такой, говорит и говорит, говорит и говорит. И ты приезжаешь на какое-то мероприятие, послушаешь других людей и думаешь, нет, с завтрашнего дня начнут. Ведь это же так просто. Ведь это же оказывается так просто. Правда, действительно, и посмотришь, миллионы людей на машинах, всех в долгах, всех в проблемах, есть деньги, нет, все хотят сэкономить, все боятся залить у них дрянь в свой бак. Автомобиль это что-то такое особенное для человека. Это такой домик на колесах. Все хотят. Мне классный бизнес. Я, наверное, смогу. Но когда начинает, приходит новый день, и ты думаешь, что я сейчас буду звонить, и у тебя опять рука не поднимается, ты заткнулся в этот телевизор. Сначала Майл.ру, потом Одноклассники, потом Будь он проклят в угол, потом еще что-нибудь, то смотришь, что ладно, завтра. И так день за днем, то телевизор, давай поженимся, то мозгий приговор, то еще хрен знает что, то кухня, то кастрюля, день прошел, еще один день, еще один день, приезжаешь, выводят каких-то там Голдов или Филверов, которая предъедет. Снимаем-профермен.